Чтобы мне пообщаться с ангелами, мне достаточно просто их попросить об этом? Да, призвать. А мне надо как-то по-особенному их призвать? Или я могу просто сказать, ангелы, помогите? Нужно понять, что это твои друзья, что они тебя любят. Осознавать их присутствие рядом и осознать такой факт, некоторые люди, я хочу услышать ангела, я хочу достучаться. Они заинтересованы в общении даже больше, чем мы в них. То есть, вот это такой миф, что ангелы прячутся, надо какую-то процедуру сделать, какой-то особенный, просто можно призывать обращаться как к друзьям. Они твои друзья. В Библии сказано, что ангелы есть служебные духи. То есть, они одновременно и друзья, и слуги. Первое, нужно осознавать. То есть, не просто ты обращаешься в пустоту, в комнату. То есть, осознать, что они здесь. Осознать, что они в твоей комнате, в твоей квартире, в твоем доме, где ты находишься. Это уже страшновато как-то. Просто осознать. Но они любят тебя. Просто осознать, что они рядом. И обратиться. Ангел-хранитель. Прошу тебя, ангел-наставник. Я не знаю, идти мне на свою работу или не идти. А, то есть, можно прям даже такие бытовые моменты спрашивать. То есть, не просто какие-то, не только глобальные вещи, которые меня там, жизнь мою могут поменять. А вот ежедневно общаться. Абсолютно. Виктория, в том-то и дело, что тема ангелов, она окружена мифами. И самый большой миф, с которым я, как ангелотерапевт, сражаюсь много лет. Это какой миф? Ангелы — это далекие, возвышенные духовные существа. И к ним нужно обращаться только по глобальным, серьезным вопросам. А вот истина в том, что они хотят и могут во всех сферах. То есть, отношения, встречаться мне с этим человеком, не встречаться, познакомиться с человеком, который будет относиться ко мне, с которым я буду счастлив или счастлива. В работе, в бизнесе, какая-то идея, как все оптимизировать, идея, чтобы открыть бизнес, как привлечь клиентов. Это все могут помочь ангелы. Со здоровьем призвать к исцелению. В чем угодно, любая сфера, назовите какую угодно. И они хотят и могут помочь. Вот у меня такая мысль пришла, что когда мы обращаемся куда-то, ну, к ангелам, скорее всего, мы обращаемся все равно к себе. И это какая-то часть меня, наверное, отвечает. Или все-таки это вот такая энергоструктура, которая как бы отдельно от меня. И это вот первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, не перекидываем ли мы ответственность на кого-то в решении своих задач. Это как бы сказали бы психологи, ответственность перекидываешь, как ребенок. Как ты себя ведешь? Нет? Ну, вот если на первый вопрос отвечать. Вот реальность многомерная. Это такой достаточно сложный вопрос, который требует отдельного там вебинара. То есть, есть вот, допустим, мы в физическом мире, вот я, Михаил, да? Если уровень, ну, другой плотности, более духовный, мы уже, моя душа. Если еще выше, то уже сообщество родственных душ. А если еще выше, мы все одно с Творцом. То есть, с какой точки ты смотришь? Если с точки здесь на земле, это отдельные сути духовные. Я поняла. Если это с точки зрения там, то мы с ними одно целое и с Богом. То есть, вот, это так, если коротко ответить. То есть, это вот реально. Это как секс. То есть, если в физическом мире это секс, это соития, это гениталии, друг в друге, какое-то проникновение здесь, да? На уровне, когда мы ограничены телами, да? И эго, да? То на более уровне выше, то мы все души, мы все одно вообще. И когда происходит эта близость, это Творец тебя любит через тело человека, а ты любишь другого человека через, Творец через твое тело любит его. Это другой уровень, да? Уже не земной. А еще, если выше, то мы все одно целое. То, оказывается, когда я занимаюсь любовью, я сам себя люблю через тело другого человека. Вау. Это вот уровень. Ну, я прангил, чтобы было понятно. Поэтому это одновременно и отдельный, и это одновременно одно с Богом. Вот родители. Как себя ведут родители? Вот, допустим, ребенок просит мороженое, они ему дали, он опять мороженое. Но если нормальные родители, адекватные, они не будут его кормить мороженое, потому что сейчас ему хочется мороженого, но они знают, если его не будут его кормить, у него там ожирение, диабеты, ну нельзя столько давать. И они, не потакая сиюминутным желанием ребенка, не дадут ему этого мороженого всякий раз, когда он просит, потому что они заинтересованы в его процветании и здоровье, да? То же самое ангелы. Однажды была такая история, один мужчина просил выиграть лотерею, и не выиграл, и обращается, у которого был контакт с ангелами, это мой друг, который у него тоже канал открыт, он говорит, почему, вы же мои друзья, все. Он говорит, а мы не хотим, чтобы ты выиграл лотерею, потому что если ты выиграешь лотерею, ты не поменяешься, у тебя такое же денежное мышление, у тебя такая же структура, ты эти деньги просто профукаешь, и все. И все твои вот низменные только вылезут, твое эго, у тебя и так корона из говна, а сейчас вот вообще такая вот, ты в двери не пройдешь. А он говорит, а что вы хотите? А они говорят, мы тебе дадим идеи, как ты заработаешь, как придешь, не надо тебе лотерея. То есть они, когда безответственные поступки, они на это не отвечают, они это не дают. Они нас больше любят, чем наши родители, потому что даже когда родители нас любят, у них примесь эго. Иногда родители хотят свою жизнь прожить, что-то привнести, они любят по-настоящему, если они видят, что это вредит твоему развитию. То есть это, можно так сказать, ангелы, это не джин, который потер, или как есть еще Дед Мороз, чтобы не загадал, и он тебе все принес. Да, они хотят содействовать, они хотят участвовать, они хотят помогать, но если это во благо тебе, во благо всем существам, если это согласуется с планами Вселенной о тебе, только так. Спасибо. Спасибо.